Добрый вечер! Вы смотрите Вести Молдова. В студии Олеся Кайряк. Для начала по традиции коротко о главных событиях сегодняшнего дня. В Молдове остается все меньше рабочих рук, рождаемость падает, а трудоспособное население уезжает за границу в поисках лучшей жизни. Эксперты бьют тревогу. Влад Филат остается под арестом. Сегодня Буйканский суд столицы продлил срок содержания под стражей бывшего премьера еще на 30 дней. В Театре Чехова в эти выходные очередная грандиозная премьера. О чем идет речь, узнаете в конце нашего выпуска. Обо всем этом и многом другом подробно. В Молдове остается все меньше рабочих рук, рождаемость падает, а трудоспособное население уезжает за границу в поисках лучшей жизни. Экономисты Международного валютного фонда и местные аналитики сходятся во мнении, что эти процессы продолжатся. Точного учета мигрантам никто не ведет, а остановить опустошение Молдовы – задача не из легких, говорят эксперты. Отток населения начался еще в 90-х годах. Экономические трудности заставили граждан Молдовы искать лучшие жизни в других странах. Однако спустя 20 лет утечка мозгов и рабочих рук продолжается. «Есть мысли уехать? Что здесь невозможно как-то существовать. Мы существуем, не живем». «Я уже приехала оттуда, но собираюсь обратно. В Молдове нечего делать, нет работы и нечем расти детей маленьких». «Места все заняты, заводы, фабрики не работают, как вам известно. Остается купли-продажи, чем мы и занимаемся». «Я уже уехал 20 лет назад». «В 90-е годы было очень тяжело найти работу. Я когда закончил университет технический над Молдовой, я не мог устроиться. И уехал за лучшим. Вот и все». «Получилось?» «Вообще да». По оценкам МВФ, в следующие 15 лет трудоспособное население нашей страны будет ежегодно сокращаться. В среднем на 1%. Местные эксперты также начинают бить тревогу. «Феномен миграции в Молдову переходит уже на следующую свою качественную фазу, когда сокращается количество среднесрочных мигрантов. Все больше и больше количество мигрантов принимает решение остаться в той стране». «К 2050 году население у нас будет составлять, если ситуация не изменится, где-то порядка полтора миллиона человек. То есть практически в два раза сократится. Это создаст нагрузку на социальную систему страны. То есть выплачивать пенсии, уже трудно выплачивать пенсии. Но будет все труднее и труднее». При этом, сколько людей уже сегодня решило никогда не возвращаться в Молдову, неизвестно. По официальным данным, около миллиона молдаван находятся за границей на заработках. Но Василий Конторжи уверен, что здесь не учитываются семьи, которые покинули Молдову навсегда. И точную цифру уехавшего населения назвать никто не может. «С одной стороны, мы наблюдаем сокращение количества трудовых ресурсов. С другой стороны, увеличивается количество незадействованных трудовых ресурсов. У нас за 15 лет высвободились 400-500 тысяч свободных рабочих рук. И вот встает вопрос, а чем они занимаются? То есть необходимо разобраться, эти полмиллиона – это неучтенная миграция, либо это реальный объем безработица». Чтобы остановить отток населения и повысить рождаемость, нужно улучшить жизнь людей, обеспечить нормальные рабочие места, говорят эксперты. Но получается парадокс. Когда в Молдову хочет прийти инвестор с большим производством, ему негде брать рабочую силу. А если инвестор не приходит, уезжают следующие группы потенциальных работников. Порочный круг замыкается. МВФ советует более активно задействовать женщины и пожилых людей в рынке труда. А местные эксперты говорят, что это лишь одна временная мера. Без системных глубоких реформ в экономике, образовании и других отраслях, шанс на лучшую жизнь в Молдове вряд ли появится. Постоянный представитель Международного валютного фонда в Молдове Арминек Хачатрян впервые за время своей деятельности в Молдове дала обширное интервью, в котором прояснила позицию МВФ и оценку состояния экономики Молдовы на протяжении последнего года. Так, по ее мнению, одна из самых серьезных проблем состоит в отсутствии прозрачности фактических собственников банков. Соответственно, регулятору банковской системы неизвестно, кто именно контролирует банки. Это позволяет лицам и группам брать под контроль крупные банки Молдовы без надлежащего надзора со стороны регулятора, что и показал опыт Банка деэкономии, Банка Сычала и Унибанк. Еще одной серьезной проблемой, считает чиновник МВФ, является вмешательство со стороны политиков и судебных органов банковский надзор и регулирование. Например, меры, предпринятые Национальным банком Молдовы для блокирования акционеров ряда банков, действовавших по предварительному сговору, были впоследствии оспорены в судах и приостановлены. Более того, решение Национального банка об ограничении международных межбанковских кредитов, которое должно было предотвратить хищение Банка деэкономии, Банка Сычала и Унибанк, только в 2014 году было несколько раз оспорено и приостановлено судебными инстанциями. Другим темам. Идея любопытная, давно обсуждаемая и, вероятно, будет пользоваться успехом. Именно так ответил портал Трибуны известный политический аналитик Анатолий Голя на просьбу прокомментировать недавнее предложение Рената Усатова выдвинуть единого кандидата в президенты от оппозиции. Председатель нашей партии также считает, что сразу после инаугурации в должности главы государства этот кандидат должен распустить парламент и конституционный суд и назначить дату досрочных парламентских выборов. По словам Анатолия Голи, в результате всех акций протеста, которые происходили на протяжении последнего года, можно было заметить, что больше всего власть противилась сплочению оппозиции. И ей таки удалось ее расколоть с помощью наживки с президентскими выборами. Как утверждают журналисты-аналитик, борьба будет идти между лидерами оппозиции, между кандидатами от оппозиционных партий, а не против власти. Вот почему, возможно, такая идея может заручиться поддержкой электората. Но, по всей видимости, в нынешних условиях абсолютно нереально говорить о сплочении правых и левых оппозиционных сил вокруг единого кандидата, которым должен стать не кто-то из лидеров нынешних партий, это должен быть более или менее нейтральный кандидат, добавил аналитик. Не знаю, где можно найти такого кандидата, который будет таким убедительным, что сумеет объяснить партиям, что это самое лучшее решение. Не верю в такое сплочение оппозиции, заметил он. В этой же связи Анатолий Голя сказал, что он также не видит правовой основы для выполнения тех задач, которые предлагают будущему кандидату на должность президента. Поскольку мало того, что для этого необходим целый ряд условий, не всегда выполнимых, такие действия еще и осудят международные и европейские структуры. В этом году 157 получат субсидии на установку котлов на основе биомассы. Средства в размере от 500 до 1300 евро выделяет Евросоюз. В агентстве по энергоэффективности сообщили, что прием заявок продлился всего один день. Желающих получить помощь оказалось слишком много. Заявление подали свыше 250 человек. В связи с ограниченными финансовыми ресурсами агентство было вынуждено завершить прием заявок на этот год. С 2012 года Евросоюз предоставляет субсидии всем тем, кто желает установить у себя в доме или офисе котлы на основе биомассы. Помощь уже получили 927 и малых предприятий. Условия были простыми. Выбрать котел, произведенный или собранный в Молдове, подать заявку и предварительно установить новую систему. Очередной раунд по приему заявок стартовал вчера, 17 мая. Спрос на субсидии очень большой. В агентстве по энергоэффективности пришло свыше 250 заявок. И нас это очень радует. Но средств хватает на финансирование лишь 150-160 заявок. В агентстве обещают, что постараются найти ресурсы в бюджете для покрытия оставшихся 100 заявлений. Однако прием новых прошений пришлось закрыть. Будет ли действовать программа субсидирования в следующем году, пока не ясно. Михаил Стратан выразил надежду, что рынок биотоплива продолжит развиваться самостоятельно. Тем более, что потребитель и без субсидий оказывается в выигрыше. Экономия для каждого дома, каждого потребителя достигает 30-40% в зависимости от выбранной технологии. На протяжении последних лет в жилом секторе были установлены системы отопления, общая мощность которых 20 мегаватт. Для сравнения, ТЭЦ Норд в Бельцах производит 24 мегаватт. Это означает, что благодаря биотопливу Молдова уже на 8% сократила энергозависимость от других стран. Проект «Энергия биомасса» субсидирует также установку котлов на биомассе в госучреждениях, школах, больницах, мэриях. Однако не все пользуются новыми системами. Мы установили свыше 160 систем, и только 14 не используются. И все они находятся в учреждениях, где поменялось управление в результате административных реформ. Это сильно зависит от менеджмента. Проект «Энергия биомасса» запущен в 2011 году. Его бюджет составляет примерно 24 миллиона евро. Продолжаем выпуск. Одно из авторитетных австрийских изданий опубликовало статью под недвусмысленным названием «Государство – это я», в которой упоминается вице-председатель демократической партии Влад Плохотнюк. Так, кстати, говорится, что Плохотнюк является одним из самых богатых людей в Молдове и, цитирую, «партии проевропейской коалиции ДП, ЛП и ЛДПМ не доверяют друг другу и, как следствие, поделили сферу влияния на части как пирог. Одной партии отошли министерство, другой – должность прокурора, третья – получила власть местной администрации. До тех пор, пока есть что хватать, никто и не думает о реализации реформ. Более того, голодные подходят к новому члену демпартии Плохотнюку». Он использовал свое положение, чтобы обеспечить влияние, получить ресурсы, заявил для австрийского издания исполнительный директор Идис Виторул Игорь Мунтиану. Он их использовал для строительства империи, пишет источник. Также в статье упоминается о том, кто такой Плохотнюк, как сколотил состояние и как, по мнению издания, достиг нынешнего влияния. Сам Влад Плохотнюк пока никак не прокомментировал эту статью. О других новостях сегодняшнего дня узнаем из следующего обзора событий в рубрике «Короткой строкой». Влад Филат остается под арестом. Сегодня Буйканский суд столицы продлил срок содержания под стражей бывшего премьера еще на 30 дней. Адвокат Филата Игорь Попо заявил при выходе из здания суда, что решение является необоснованным и незаконным, а потому будет обжаловано в операционной палате. Также Игорь Попо заявил, что ни в одной европейской стране чиновники, подозреваемые в коррупции, не находятся так долго под предварительным арестом, имея в виду тот факт, что Влад Филат содержится под стражей уже больше 7 месяцев. Необычное зрелище засняли этим утом прохожий на столичной улице Богдан Воевод. Там пассажирам троллейбуса пришлось не ехать в нем, а толкать. По словам автора видео, причиной инцидента стали два автомобиля, столкнувшихся посреди проезжей части и перегородивших дорогу общественному транспорту, пишет у ДМД. Пассажирам троллейбуса, чтобы продолжить путь, пришлось помочь водителю. Тут снял только приемники, и транспортное средство силами нескольких десятков людей провели мимо затора. Парад, выставки, концерт с участием отечественных и зарубежных звезд и грандиозный салют – такова программа празднования юбилея Северной столицы. 22 мая городу Бельце исполняется 595 лет со дня основания. Он совпадает с религиозным праздником Днем Святого Николая, поэтому основные мероприятия начнутся утром с церковной службы, после чего по площади Василия Александри пройдет праздничный парад с участием работников предприятий муниципия. Кроме того, насыщенная программа включает в себя различные выставки, концерты, соревнования и шоу. А вишенкой на праздничном торте станет концерт с участием молдавских и зарубежных звезд. На сцене выступит Наталья Гордиенко, группа вокалистов Брио Сонорос и группа Катарсис, а также гости из зарубежа – группа Кабриолет и Диджей Смэш. Мало того, поздравить бельчан впервые приедет и знаменитый российский певец Игорь Николаев. Праздник завершится фееричным салютом. Организовано мероприятие мэрии муниципия Бельцы при поддержке фонда Рината Усатова. И еще об ожидаемых предстоящие выходные мероприятиях, но уже в Кишиневе. На сцене Русского драматического театра имени Чехова очередная премьера. На этот раз любителям искусства представят спектакль «Гарольд и мод» с оттенком черного юмора по одноименной скандальной пьесе Колина Хиггинса. Спектакль пройдет уже в эти субботы и воскресенье. На репетиции и премьеры побывала наша съемочная группа. Спектакль «Гарольд и мод» стал популярным среди зрителей во многих театрах мира. Теперь он будет идти и в Кишиневе в постановке режиссера Дмитрия Коева. Я вот обратился к черному юмору, потому что мне кажется, что у нас, по крайней мере на сцене театра Чехова, на моей памяти таких спектаклей нет. Мне кажется, что она должна понравиться молодежи, потому что здесь очень сильно поднимаются темы взаимоотношений родителей матери и ребенка. Спектакли заняты лучшие силы театра. Мы вас порадуем. Вам придется и посмеяться, и где-то даже поплакать. Вот такая интрига. «Гарольд и мод» – потрясающе удивительно тонкий спектакль о безграничном одиночестве людей и взаимоотношении разных поколений. Гарольд – сын состоятельной женщины, которая не воспринимает его всерьез. Страдая от недопонимания и одиночества, герой открывает для себя единственный способ хоть как-то привлечь к себе внимание матери – инсценировка самоубийства. Еще одно увлечение юного Гарольда – похороны, которые он старается не пропускать. Но вот однажды он встречает мод – экстравагантную женщину, которая раскрашивает его черно-белую жизнь во все цвета радуги. Главное в этом спектакле – это душа. Человеческая душа. Боль, радость, страдания. Все здесь присутствует. По крайней мере, я для своей героини решаю, что, прожив столько лет, она не потеряла детство, она не потеряла радости к жизни. Приобрела мудрость, которая и становится тем канатом, той ниточкой, которая соединяет молодость и возраст. Благодаря мудрости мод, юный Гарольд приходит к пониманию того, что мир может изменить красота, любовь к близким и добрые чувства, а вовсе не злоба и разрушение. Рост от начала, да, какой он. Страноватый и так далее, с определенным чувством юмора, своеобразным, что присуще нашей молодежи. Поэтому, естественно, это актуально. И довести его до точки финальной, как он меняется, благодаря мод, насколько она раскрыла его, насколько она услышала его. Работа над спектаклем шла около трех месяцев. В постановке задействовано более 20 актеров. Не пропустите скандальную премьеру «Гарольд и Мот» 21 и 22 мая в Театре Чехова. От новостей культуры к событиям в мире спорта. Молдавские пловцы порадовали своими достижениями. Впервые в истории нашей страны сборная Молдовы, выступая на чемпионате Европы по водным видам спорта, заняла шестое место в эстафетном плавании 4 по 100 метров. Эстафета комбинированная. В составе молдавской команды в Лондоне выступали Татьяна Солкуцан, Алина Бульмак, Павел Избищук, Алексей Саньков. Четверка финалистов таким образом установила новый рекорд Молдовы. Таким был этот день. Напомню, что еще больше информации о происходящем в нашей стране и мире вы можете узнавать круглосуточно на сайте нашего телеканала rtr.md. Я же Олеся Кайряк на этом с вами прощаюсь. Хорошего вечера в продолжении и до встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok